Мотобол Первые упоминания о мотоболе относятся к 1920-1930 годам во Франции, где мотоциклисты, желая добавить нечто новое в свои гонки, начали взаимодействовать с мячом на поле. Уже в 1932 году были проведены соревнования между несколькими французскими городами. Титул первого официального чемпиона Франции получил клуб из города Труа. К тому же команда клуба была первой в области подготовки специализированных мотоциклов для игры в мотобол. Вслед за Францией новый вид спорта стремительно распространился по всему миру. В Москве мотобольная премьера состоялась в 1937 году, когда на поле вышли две команды Государственного института физкультуры. Новая дисциплина настолько понравилась и игрокам, и болельщикам, что в нашей стране начался настоящий мотобольный бум. Около 200 команд возникли в разных городах, поселках, станицах Советского Союза – от Балтийского моря до Тихого океана. В Витнам мотобол появился в 1971 году. На базе Московского областного комитета ДСААФ и Московского коксогазового завода была образована мотобольная команда «Металлург». Одним из основателей клуба стал Павел Федорович Гаевский, первый директор Московского коксогазового завода. Уже в 1979 году «Металлург» стал чемпионом страны. Город Видное заслуженно считается мотобольной столицей России. На нашем стадионе проходили не только соревнования общероссийского масштаба, но и игры доброй воли, и чемпионаты Европы. Видновская мотобольная команда прославила Ленинский округ на весь Советский Союз, Россию, на всю Европу. До сих пор «Металлург» не уступает лидирующих позиций. Начать заниматься мотоболом можно с шести лет. Однако принимать участие в соревнованиях допускается только по достижении 12 лет. Мотобол является не только самым скоростным командным видом спорта, а еще и контактным. Поэтому требования к безопасности игроков здесь повышенные. В комплект стандартной экипировки мотоболистов входят спортивная рубашка, штаны, перчатки, наколенники, шлем и краги. Обувь игрока представляет собой шнурованные ботинки из толстой кожи и прочным носком на высокой подошве. Проще всего описать мотобол можно словосочетанием «футбол на мотоциклах». Несмотря на принадлежность к мотоциклетному спорту, эта дисциплина по сути полностью повторяет обычный европейский футбол. Самое важное отличие в том, что игроки передвигаются по полю на мотоциклах. Однако это не единственная особенность мотобола. Играют в мотобол на поле стандартного футбольного размера. Правда, вместо газона либо асфальтированное, либо гаревое покрытие. Ворота футбольные, а вот разметка слегка отличается. Например, отсутствует центральный круг, а площадки у ворот ограничены полукругами радиусом около 5 метров. Полевым игрокам на мотоциклах нельзя заезжать в эту зону, а вратарям, соответственно, из нее выходить. Размеры мяча существенно больше стандартного футбольного, чтобы им было удобнее управлять на мотоцикле. Диаметр составляет 40 сантиметров, а вес достигает килограмма. Каждая команда состоит из 10 игроков, двух механиков и тренеров. На поле выходят 4 мотоциклиста и один пеший вратарь. За ходом матча следят судьи – два полевых и два боковых. Это большой тяжелый мяч. Это ребята на мотоциклах, которые развивают приличные скорости. То есть, соответственно, складывается скорость мотоцикла плюс скорость силы удара по мячу. И бывает, мяч пролетает очень-очень сильно. Меня четыре раза мотоциклом забивали за мою карьеру. И как назло, это все четыре раза были игроки именно моей команды. Чужие меня ни разу не трогали. Это все случаи не заканчивали какими-то серьезными травмами. Ну, там максимум ушибы, сильники. Я не очень жалую технику. Ездить я на самом деле на мотоцикле не умею. На машине я тоже ездить не умею. Правов у меня нет. Я как-то еще, будучи в школе, попробовал пару раз порулить. Совершенно не понравилось, как отрезало. И с тех пор даже больше никаких попыток не предпринимал вот в этом плане. Расскажите, а насколько этот спорт подходит женщинам? Или мотоболт только мужской вид спорта? Только мужчинам. Женщинам нет. Была практика судить женщинам. Ну, опять, не то, что разрешили. А просто они знали, что она женщина. А вдруг она узнала. Ой-ой-ой. Этого играть нет. Нет. Мотоболт – захватывающий вид спорта, который всегда привлекает много зрителей, своей динамикой и азартом. Его необычная смесь футбола и мотоциклетной гонки создает уникальное зрелище, полное напряжение и неожиданных поворотов. Хотя не все так просто, как кажется на первый взгляд. Игра в мотоболт требует хорошей физической подготовки. Спортсменам нужна выносливость, сила и быстрая реакция, чтобы успешно справляться с динамичными ситуациями на поле. Мы занимаемся и плаванием, и бегаем, и тяжелая атлетика, у нас зимой лыжи. То есть физическая подготовка, мы сдаем нормативы, 10 разнообразных у нас там, и приседания, и подтягивания, и сжимы, и отжимания, ну, разные. Кому подтянуть, в чем, мы ведем учебу. Я играю на позиции защитник, скажем так, атакующий защитник, мне нравится просто забивать. Любой, кто умеет ездить на мотоцикле, думает, да, ну, в принципе, что, сел да поехал. А когда ты садишься на мотоцикл, проехать одно, да, а когда тебе попадает мяч, ты абсолютно начинаешь забывать, где тормоза, где, ну, то есть это с годами вырабатывается. Не просто так же у нас тренировки, скажем так, круглый год. Мотобольный клуб уже много лет держит высокую планку и неизменно привлекает молодых спортсменов. Новички учатся, совершенствуются, постепенно становятся профессионалами. Обновляясь, передавая свой опыт молодой смене, команда способна не только поддерживать высокий уровень, но и расти. Благодаря опытным тренерам, четкой системе подготовки и отбора игроков, у любого юноши, имеющего желание и способности, есть шанс попасть в основной состав. А оттуда и в сборную России. С детства просто привилось это, на мотоциклах занимался. Сначала мотокроссом, потом вот так получилось, попал в мотобол. Начал здесь развиваться, карьера получилась, пошла. Вообще хотелось бы в сборную попасть, конечно, сыграть за сборную России, это мечта с детства, за взрослую сборную. За юношескую уже сыграл, получилось, выиграли чемпионат Европы, но теперь хотелось бы за взрослую. Занимаюсь уже лет 6-7, мотобол пришел по династии, отец играл, брат играл, и до этого мотокроссом занимался. И отец решил попробовать мне отдать мотобол. Я сначала, мне не понравился этот вид спорта, но решил попробовать, и потом вхатился, и понравился, и вот по сей день в команде занимаюсь. Чем привлекает мотобол вас? Командной игрой, красивыми голами, красивой игрой и динамичная игра. Мотобол – это игровой технический вид спорта. Он дает возможность получить уникальный опыт, способствует развитию навыков командной игры и стратегического мышления, а также улучшает координацию движений, баланс и силу. Это уже с рождения, он знает, что прикрутить, как прикрутить, в принципе, и воспитывается хозяин. Ну, в доме хозяин, хозяин там где-то на работе, хозяйственный человек. Будет он дальше продавать или не будет, но навыки тут прививаются хорошие. А на сегодня это все. Будьте здоровы, занимайтесь спортом и смотрите программу «Станция спортивная». С вами была Арина Лукьянцева. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!